Друзья, у меня есть, в принципе, две хороших новости. Нет, точнее, одна хорошая новость, а вторая не очень, но такая относительно хорошая. Значит, Леня, Леонид, шкробот Леонид, я обращаюсь к тебе как к достаточно адекватному мужику. Не будь пацаном и дай мне возможность с тобой поговорить, зайти к тебе в больницу. Я объясню, почему. Ленечка, ты мой дорогой. Я понимаю, что Тернополь уже весь знает, что я здесь, и все уже слили информацию, но у меня же есть медсестры, которые мне кое-что рассказывают. Я просто тебе сейчас прочту, а у тебя будет время, пока я дойду до диспансера твоего, я покажу, где я стою. Вот смотри, вот видишь, видишь диспансер твой, люди заходят. Я же-то вижу, кто заходит. Ну, чтобы ты потом не говорил о том, что он закрыт у тебя или еще там что-то. Читаю. Увага, закрыты все отделения, відвідувание пациентов лише с пропуском. Терминово старшим медсестрам забезпечите контроль на входе, температурный режим, масочный режим, контроль на входе ВЭС, консультации ЛСШ в поликлинице. И время 10.59 сегодняшнего дня. То есть, получается, пока Гура не приехал, можно было хер знает чем заниматься. Но как только Гура пылся в Тернополе и появился у Лёня, твоего папы, в больнице, где, в принципе, меня адекватно встретили, все дела, естественно, конечно, я не хотел, там, во-первых, там связи не было. Я не знаю, как в твоей больнице будет, связь не будет. Но зачем? Ну, неужели ты думал, что мне не сольют информацию? Эта информация была слита с определенного чата, где есть медики. Пойми ты меня правильно, я не враг тебе. Если у тебя пробой, более того, меня очень слезно попросили все-таки попасть к тебе и поговорить с тобой. Почему? Потому что твоя больница абсолютно пустая, не защищена ничем, у тебя ничего нет. Объясни, почему у твоих медработников ничего нет. Я сейчас к тебе туда пойду, я знаю, что ты есть на рабочем месте. Ну, либо ты уехал, не знаю. А, пока я буду сейчас собираться к Лёне, к роботу, я вам еще сейчас расскажу одну вещь. Сегодня выступал господин президент и сказал, я так понимаю, скорее всего, все-таки где-то периодически просматривают мои страницы о том, что это полный идиотизм уничтожать что-то, что потом построить. Это мы говорим про противотуберкулезные диспансеры детские. Помните, какой был скандал, когда я губернатору Черновицкой области говорил, зачем уничтожать то, что есть у вас, что потом через, там, я не знаю, два года, год построить абсолютно новое. Для чего? А Сачук тогда мне этот вопрос не ответил, потому что он понимал, что я его загнал в угол, и он, знаете, как крыса, как мышь, начало потом действие за счет этих провокаторов и всего остального. Так вот, господин президент потом сказал, что с этим он разберется. И самая приятная новость, он разберется взу всема учильниками ОДА после карантина. Господин президент, я вас очень прошу, займитесь Асачуком, это говно надо гнать метлой, причем, знаете, как метлой вот так вот, аж прям вымывать после него. И если хотите, я переговорю с хорошими священниками, мы потом приедем в ОДА и сделаем все церковные процедуры. Вот да, обязательно по изгнанию нечистой силы оттуда, для того, чтобы Черновицкая область стала расти, стала развиваться и стала наконец-то настоящим Парижем, как, в принципе, всегда говорили черновцы, это маленький Париж. Разберитесь, пожалуйста, с товарищем Синегубом. Это вот то мурло, вот то недоразвитое существо, которое с мышцами трусит и врет наглым образом, причем вместе с начальником департамента Лысаком. Я вас очень прошу, разберитесь и с этим мурлом, несмотря на то, что он ставленник Авакова. Уберите его нахрен. И разберитесь с губернатором Николаевской области, Стадник, по-моему, если не ошибаюсь. Это то очередное говно, которое врало на начале этапе пандемии, на начале этапе эпидемии. То говно, которое спрятало тест-системы где-то за городом, пока его там не прижали, его пластиковые яйца. Вот то говно. Ну и последнее говно, о котором я знаю, это Одесская область. Ну вот то чмо, которое вызывало людей, то чмо, которое не смогло ответить на вопросы по поводу скорой помощи и всего остального. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы вы сели как-нибудь в выходной день, поставили стрим Гуры Антона, Шашлычок. И просто посмотрите по городам. Клиц эти города, да, там, ага, надо разобраться в таком-то городе, в такой-то области, в такой-то. И вы можете, у меня геолокация стоит. Просто посмотрите, где, какой нормальный, адекватный человек. И, кстати, последний вопрос. Тернопельчане, а скажите мне, пожалуйста, а что здесь происходит у вас возле ада? Полицейские машины перекрыли въезд, вход на лестнице стоят прямо возле лестницы. И много машин с киевскими номерами. Лексусы, джипы, тойоты. Ну, Зеленского здесь точно нет. Кто-то здесь есть с Киева. Скажите мне, напишите в речку, кто. Может, я пойду пообщаюсь, узнаю, что это за хрень. Ничего, столько полиции много и столько машин с киевскими номерами. Ну, это такое. Если вы представители власти города Киева, вы здесь, я вас очень прошу, придите в онкодиспансер. Давайте мы здесь с вами встретимся и узнаем, какая причина того, что в диспансере ничего нет. Ну что, попробуем зайти к Лене. Леня, я к тебе иду. Вроде двери еще пока работают, открыты. Сейчас вам покажу его диспансер. Вот новый корпус построенный, отреставрированный, старый корпус. Ну, это был когда-то он есть. Это такой вот онкодиспансер. В том поликлиническое отделение, там сидит ночмет, которого, в принципе, я также знаю очень давно, если он там есть. Не знаю, в последний раз мы с ним связывались лет пять назад, может, года четыре назад. А сам Леня сидит на втором этаже в этой больнице, потому что больницу я так же давно знаю и знаю эту проблематику. Сейчас мы сюда зайдем и попробуем выяснить. Слушайте, а в Тернополе так похолодало. Вчера было 27, а сегодня уже 13. О, о, о. Опа, опа. Так, медсестры там на выходе все бегают. Вы сейчас видели, что там сейчас происходит. Двери закрываются, медсестры бегают. Туда-сюда, что-то там клеют. Сейчас мы узнаем. Анализы. Анализы. О, у Лени лаборатория не работает, поэтому анализы сплошные, частных клиник. Что у нас здесь? Эскулап анализы и румэт анализы. Тернопельский онкологический тюнижский диспансер. Ага, все, здесь уже входы-выходы. Добрый день. 10.59, закрыт. Немал у меня такого. Так, это не. Так, просто. Есть. Ну, скажите, вы сможете мне показать на складе, что у вас все есть, раз вы говорите, что... Нет, я не имею таких повноважений. Ну, то есть я могу рассуждать о том, что у вас реально ничего нет и медсестры правы? Нет, у нас все есть. У нас все есть. Ну, как это все есть? Ну, так. Но медсестры жалуются, что у вас нет. Ну, скажите мне, будь ласка, призвища, имя, пожалуйста. Вы же понимаете, я же не могу говорить вам, потому что это анонимно было все сказано. Давайте с ночмедом. Мы на анонимне... Это не вы, мне пишут анонимно, потому что я представитель личного профсоюза. Поэтому мне пишут, говорят, Антон, пожалуйста, приедь, поговори, узнай. Пускай тебе покажут, что на складе все есть, тогда мы будем спокойны. Он говорит, у нас ничего нет, мы пустые. И мы даже писали с Верн... Сырк на дроте. Меня встретила главная медсестра, которая сказала, у нас все я, у нас все я. У нас все я, у нас все я. Это вранье, скажите мне фамилии тех медсестер, которые говорят, что здесь чего-то нет. И мы все сейчас решаем. Я говорю, подождите, давайте сделаем так. Я делаю обычно просто. Прихожу, вы мне показали, что все есть там на складе, много коробок. Ну, вот, как, к примеру, да, вот было сегодня в больнице, в первой больнице. И все, я разворачиваюсь, ухожу и говорю, неправ. Ну, как бы, это неправда, это все вранье. Я вижу, она нервничает, очень нервничает, безумно. У нее глаза бегают. Я говорю, давайте так, но я хочу поговорить с Леонидом. Леонид Владимирович, у нас нема Леонида. Я говорю, хорошо, Леонид Владимирович, я с ним хочу пообщаться. Он на операцию. Я говорю, хорошо, давайте пообщаюсь с ночмедом. Не может дозвониться. Я говорю, хорошо, с кем мне можно пообщаться? Со мной. Ну, просто я не могу все это заснять, там связь пропадает сразу в онкологии. Я говорю, еще раз, давайте мы с вами посмотрим. Покажите мне, ну, хоть отведите хоть куда-то, чтобы я увидел, что оно здесь все есть. Я ничего не могу без звонка, ничего не могу. Все, и пошла куда-то звонить кому-то. Уважаемый учильник области, как ваша фамилия? Сейчас, я вас сейчас найду, фамилию. А возможно, я к вам сейчас и приеду, кстати. Лень, если ты меня видишь, я сейчас поеду к губернатору. Давай лучше поговорим нормально, без звонков к губернатору, без связи с губернатором. И губернатор, кстати, если вы тоже меня видите, либо ваши представители, я не думаю, что как раз сейчас, когда весь период на колени обстановки, когда господин Зеленский сегодня выступал о том, что он даст правовую оценку каждому вашему действию губернаторов, вы сейчас будете сниматься ерундой. Давайте сделаем так. Либо сейчас в этой больнице все появится, все, что нужно для медперсонала, и чтобы медперсонал был не голый и босый, а был защищен. И вот такого цирка не было. Ну, либо вся страна увидит в очередной раз. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как зовут на вашего губернатора. Я ж не знаю, они ж здесь все ж меняются, как эти, с утра до вечера. Печально, да, совсем печально, я вам скажу. Так, губернатор. Поскажите, может где-то в ход есть, напишите мне в личный, может где-то там. В каждой больнице есть какой-то вход отдельный. Губернатор Тернопольской, губернатор Тернопольской области. Так, смотрим фамилию его. Кто он? Кто он? Сейчас Тернопольская, Миск, Державная администрация. Сейчас мы зайдем, узнаем, кто губернатор. Ну, и я тогда заеду к губернатору, не проблема. Тем более, там столько милиции, полиции сейчас. О, эффектно будет. Так, Труш Володимир Любомырович. Ну, такой, такой пацанчик. Посмотрите на него. Такой вот, такой вот парень. С прической. Насмахивает на одного мне знакомого певца. Алло. Подождите, подождите. Это сейчас мы говорим про онкобольницу, да, Тернопольскую? Да. Понятно. Я сейчас могу заехать к губернатору и пообщаться, и спросить. Сказали, никому не выходить ко мне. Через приемные покои, если он открыт. Ага. Понял, 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 понял. Ну, я вам сразу говорю, если все будут молчать, то никто ничего не добьется. Поэтому, ну, сами думайте. Да, да, нет, нет. Я сейчас пойду к губернатору, попробую, по крайней мере, пообщаться с ним. Он здесь есть в Тернополе, сейчас в областной вода. Но, если вы все будете сейчас прятаться по кабинетам и по больницам и не выходить, то что я смогу сделать? Ну, что я смогу сделать? Получается, то, что я только говорю, я говорю, все. А вы все остальные мне звоните, вы мне пишите, говорите, нет выплат, нет того. А при этом Антон анонимно. Мы не можем ничего сказать. Ну, как же я могу потом доказать что-то? Ну, так тоже ж нельзя. Я понял, хорошо. Я могу вас чуть попозже перенабрать. Давайте попозже перенаберу, спасибо. За мной главная медсестра выбежала. Нет связи. За мной главная медсестра выбежала. Говорит, Антона, вы куда? Я ж никуда. Ну, кто-то еще вышел. Доброго дня. Я вот езжу и пытаюсь поспілкуваться хоть с кем-то. С кем не был? Конечно. Ситуация в следующем. И сестры пишут. И сестры пишут о том, что ничего в больнице нет. Мы все пусти. У нас масок нормальных нет. Защиты нет. Говорит, Антон, приедь, говорит, хоть покажи это на всю страну. Говорит, у нас есть ли? Если нет, я сейчас могу вода поехать. Сейчас там губернатор как раз сидит. Я сейчас не могу прийти и сказать, и что? Охренели совсем уже. Нет, маски есть. То-то, звичайно, конечно, на первых порах трудности. Просто их прибылья. Я знаю, что у нас есть. 5 тысяч рукавиц. Мы отримали 2000 масок, 2000 бахил. 215 литров антесертика, 1000 окуляров и 1000 костюмов для коронавируса. Медсестры жалуются, что одноразовых даже масок выдают раз на день. Ну, чего? Вот даже у шкроботов, психологический диспансер, у них подписывали здесь, когда получили маску, через 2 часа менять маску. Ну, у них они дошло до того, чтобы маску меняли, они понимаете? Ну, правильно. Но меняет кожу маску. Дві години, три години меняем маску. Двухой. На первых порах, то действительно были трудности. Зараз уже маски появилась, цена снизилась. Ну, понятно. Все закупилось, скажем. Так что мы просто маем. Мы маем, у багаторазовые костюмы. На випадок, если пациент с COVID-19 они в органской ситуации поступают. Мы имеем обмеженное отделение на четыре мишка, где мы можем его изолировать, провести его лихвой, надать допомогу, а потом отправить инфекционное отделение, скажем, або в дне, або в регионы. Ну, это уже специализированная бригада штаб-пределительная. Ну, вы скажите, мы сможем посмотреть на складе, чтобы это все было? Вот я уже заснял. У нас на складе, мы поделитесь, а много чего можно. Ну, не, меня конкретно по защите, мне просто ничего не интересует. Чтобы люди увидели, что да, она есть, я скажу медсёстрам, сори, соврали, у вас все есть. Наталья Степановна, першим, на склад мы не пускаем, потому что там... Витя, скажите мне, пожалуйста, вы имеете анализ ПЛР? Так. Вы можете зайти, не маете? Нет, у меня есть в интернете. Нет, может быть, скажем, а питание не в том. Ну, вот медсестра, о, сельдарочку. В марлевый, не в одноразовый. Правильно, а я карибная. И можно прогладить. Мы ее дезинфикуем, мы дезинфикуем парам и... У нас стоят такие, так, маска проглаживается, температура... Нет, вы, понятно, просто я же говорю, что говорят медики о том, что не защищены. На тот случай, не дай бог, что не защищены. Рукавицы есть. Раз. А что есть? Скажите, вы просто не сможете мне показать это, да? То есть на склад не могу попасть все, все. Ну, если нет, я ж не буду требовать, я ж не могу. Нет, вопросов нет. Мы можем вынести, ну, хотя бы... Завезли, вынести человеку упаковку рукавиц, да, из склада, скажем, вот там. Маски, скажем, и покажите костюмы, которые у нас есть. И вот это у Михаила Васильевича будет говорить. Ну, мы раздали их по отделу. Так, а я имею в виду, что у нас есть резервницы. Ну, покажем. Ну, только что было, допустим, в детской городской, мне спокойно завели на скалы, говорят, смотри, вот, муча всего. Я могу вынести вот, как его от... Поликлиника Марийка зараз вынес. Да. Жанна, будь такая ласкава, подъедай в поликлинику до старшей, и возьми рукавички, рукавички... Упаковку рукавиц, вот эти вот, как вывезли, упаковку, ну, все. Упаковку рукавиц. Я имею в виду, эти, что богатуразные, стерильные, богатуразные. И на складе одноразовые наборки, те, что мы имеем для коронавируса. Один ящик. Один ящик сюда вниз до... Ну, смотрите, как еще я делал. Я могу дать телефон, чтобы не идти туда на склад. И у меня главврачи некоторых больниц, которые говорят, на склад не пущу, но телефон беру. С телефоном идет, и с телефоном все снимают, прямой эфир. Вот здесь прямой эфир сейчас на весь мир идет. Да, мы не сутки. Нет, подождите, давайте лучше с телефона. Вы с телефоном просто идите туда, да и все. Вы даже не приходите. Ну, сейчас уже не сутки. Нет, видите, вот с телефоном его... С телефоном! Да, подождите, нехай, покажите, что у нас, ну, как у нас склад, нормально занят. Да. Здесь прямой эфир, вы включаете, вот с телефоном вас видит офис президента сейчас. Вот, мы, это, Степанов смотрим. Вы просто бьете, показываете, вот у нас есть там... Можете говорить, можете не говорить, они сам слушают и видят. Да, 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 да. Весьмите, вот с телефоном. Володимир Боратович, вы лавка, Весьмич. Да. Наступально переживай. Ой, людям выйти, дайте. Старшим. Старшим, да. На третий помощь, достатка до старшей медсестры в кабинет. Угу. Едем. Мариска, дайте рукаваечки. Она пришла вниз. Старшим, да. Она пришла вниз. Старшим, да. И контролируем, откривайте. Угу. Вот есть противобедмічная укладка, в которой есть антисептик, маски, изоляционные наборы, комбинезоны, рукавицы. Такие есть в каждом отделении. Выдаются из склада, выполняются по мере использования. Умирь и вытягивайте. Ну, все не нужно вытягивать. Тут различных размеров. Такие есть в каждом отделении. Вот есть. А, еще такое забыл показать. Это тоже есть в каждом отделении. Это тоже есть в каждом отделении. Какие это? А, в себя возьмите? Да, еще есть в каждом отделении. Это есть. Вот вам, прошу, очень. Дальше. Скажемо, набори масок, набори шапочек. Вот так. Чтобы не быть голословным, в другом помещении указываем. Да? Дальше. Это, кстати, рукавицы. Не старинные, оглядовые, будем говорить. Маски, щоденного использования. Видите, то есть упаковка. Одна, друга, третья, четверта. Дальше, это в одном отделении. И всех отделениях аналогично. Скажемо, цива таких. Так. респиратори соответствующего класса Вот и все Ну, по всех отделениях ходить не буду, потому что час у меня обмоль, мне надо лековать людей Есть медикаменти певно группы Вот, прошу, дальше медсестри приносят рукавицы, дальше показывают рукавицы И так на хвилечку зайдем на склад только покажут, сколько нам закуплено медикаментов которые есть в наявности чтобы не думали что никто ничего нигде не делает все работают прошу открыть система обладнана вот это у нас на карантине обладнана электронными замками, соответственно у них возможно доступ доступ вот и вот и вот и вот и на хвилечку склад медикамент вот и вот упаковки скажем как и лики, так и пробирки для забору ПЛР тестов так вот это уже складское помещение холодильник где все мое зберегаться вот вот все что скажем хватит на сегодня потому что еще иду это сейчас а я не знаю как вымикается то я не буду вот всюду иду информационно будем говорить это что это касается так будем сказать это за 2 секунды ажиотаж этого не поклеить чтобы так не рассказывали что все 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 так схвилевание и так дальше еще у вас в гинекологии были выявлены пациенты с ковидом было такое и после этого обрабляли какими-то обычными антисептиками но вот звонят говорят это было такое звонят говорят пациент который изолируется контактные особи отправляются в карантинные условия дальше пациент отправляются туда куда он должен проводится заключена дезинфекция и восстановляется работа нет я сейчас все равно поеду вода свежу все вам спасибо тогда спасибо до свидания и так рассказываю по ситуации значит только что мне позвонила одна девочка сейчас я снова перезвоню ей включу просто динамики она скажет значит на складе что нет да я знаю что ничего нет ну что я могу я же не могу их заставить показать поверьте то есть моя задача какая прийти попросить официально да да нет нет все вторая задача уже органы правоохранительные пускай делают какие-то вот только что мне пишут оказывается Зеленский выступил и сказал что в Черновицкой области Панасачук один из самых лучших губернаторов у нас в Украине мне люди пишут представляете самый лучший губернатор то есть один из самых дебилов козлов и тех людей которых просто ненавидят своих людей в области он не считает вообще просто он за живот он самый лучший вот нам в принципе и ответ по поводу того кто у нас у власти ребят знаете как мальчики и девочки мы пришли к тому что у власти сидят циничные дураки у власти у нас нет власти у нас вообще ничего нет все забудьте про это если Зеленский сказал о том что господин Осачук один из самых лучших губернаторов в Украине то все это крест это можно крест ставить на президентстве Зеленским на самом деле крест на его будущих выборах в области и в других областях если Зеленский думает о том что Сачук ему сделает голоса то господин Зеленский вы ошибаетесь он нам не сделает голоса а вы просто станете продажный продажным президентом сейчас я сделаю звоночек медсестре либо не медсестре либо девочки сейчас антон что им это не хватает кадров да но сказать о том что у нас офигенный черновицкий губернатор после всей этой ереси которая произошла то извините это это неправильно сейчас звоню в прямом эфире чтобы вы слышали ну уж она говорит ну это просто какой-то капец сейчас вы хотите на свою голову приключений или вам нужны приключения приключения добрый день добрый день а вот сейчас я вот записываю чтобы люди понимали они спрашивают говорят да это неправда на самом деле что это вранье там ничего не хватает что там вы говорили с гинекологией я задал вопрос этому господи владимиру борисовичу он сказал что все это неправда оно все было помыто никаких там последствий больше ковида не было так там была одна хвора хворо прооперировали изолювали хвору в поликлиническом отделе а потом начали сказали оброблять палату в которой она лежала оброблять палату нема такой станции чтобы приехать там обработать мы обработали самим мы кропили вручную девчата кропили все так само обробляли одну палату потом выявили еще трое хворих семь семь только рабочих есть так само на самоизоляцию никого теперь маски начали даже выдавать с какой стати начали теперь в щитках ходить сегодня щитки все мудили дали два щитки на вендел это столько сегодня это только сегодня дали это дали там того тижня два щитки на вендел нет а когда а когда ходили а сегодня а то есть вчера вы еще не ходили да в этом во всем вот ходили ходили вдевались если там нужно было до хвора и подойти если будет такая срочность то тогда вдевались щиток и подходит а скажите а что происходит сейчас в больнице почему такой кипиш скандал что такое неужели они готовили что я приеду они уже были подготовлены уже с ранку уже было всё подготовлено они уже все знали что уже будет приезжать у Антона Гура после этого я бы сказала что вы знаете кто такие роботы старший молодший после этого они уже были для снятия что это будет гонкодистанцирь ну понятно а вообще но сейчас только что мне показали видеозапись о том что вроде там что-то есть какие-то там перчатки какие-то там очки но вроде что то есть в больнице ну а скажите это у вас сегодня только закрыли вот так вот больницу да я так понимаю а до этого было все открыто да о господи когда же этот цирк закончится все спасибо вам тогда спасибо вам за информацию до свидания да ничего не буду если не дай бог вам хоть кто-то что-то скажет я вас очень прошу мой телефон я вам знаете набирайте сразу меня я моментально наберу леонида владимировича либо буду просто сразу звонить в министерство мост что идут гонения на медсестр вот и все но у меня варианта другого не будет сразу же набирать и как только кто-то вам что-то скажет спасибо да понятно но ничего над идеи что когда-нибудь я смогу повлиять на эту ситуацию спасибо вам не еще пока в эфире вы есть поэтому мы с вами прощаемся а потом я уже вас наберу мы с вами поговорим отдельно спасибо спасибо знаете как это у меня вот это я как рыба сейчас снимаю вот зачем делать показатели такие вот лень вот я не понимаю для чего вот зачем этот был весь цирк мы же друг друга знаем очень давно еще по моему с когда мы с тобой познакомились лет по моему 8 назад или 9 помнишь уже были знакомы ну мы общались когда-то свое время да у нас там нет тесного общения но не каждый из нас чем-то занимается да я сейчас занялся блин у меня этот ячмень достал меня да я сейчас занялся этим вопросом но ты же меня знаешь но набери напиши мне смс знаешь мой номер телефона скажи антон у нас жопа полная в больнице к сожалению нет этого 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 если ты сможешь повлиять помоги и ты знаешь я бы как-то пытался бы это помочь по поехал бы вода бы все а что происходит сейчас вадима борис сейчас тоже знаю я не знаю один приз узнали вы меня или не узнали я тогда был худеньким маленьким лысеньким сейчас конечно возмужал в 10 лет назад когда вы меня видели 8 лет назад сейчас я побольше стал но вы же тоже были на адекватный мужчина и понимаю что с вами происходит почему у вас так меняет системы это гребаная зачем эти все показатели лишь понимаю сейчас я уеду в сторону кременца ровного город ровно город дубна город кременц я буду так ехать я не знаю где остановлюсь где-то я остановлюсь посмотрим не знаю но вот это все цирк вы сейчас слышали это реальный цирк стоит ли ехать к губернатору не стоит ехать я еще пока не знаю подумаю но судя потому что там много машин с города киева джип и lexus и мерс и toyota в общем весь автопарк который может только vip автопарк быть он есть тернополе кто здесь я пока понять не могу по новостям не вижу но посмотрим ладно сегодня в италии бастуют медсестры ну я надеюсь что рано или поздно мы все-таки добьем и будем все-таки бастовать по-настоящему здесь не хочу чтобы у ген ургетника бастовала но плановые вам надо будет доставать я вам говорю серьезно если вы хотите чтобы у вас была заработная плата намного выше то вы должны выходить на улицу а не молчать видите как девочки говорят говорят по чуть-чуть говорят говорят я надеюсь что я скоро всех вас вытащу не мы гадам скажем дулю покажем еще сам себе дулю покажу ладно все все же я хотел вам показал все вы увидели тернополь как обычно для меня такой город знаете как но кто-то знал кто-то не знал где-то показали как есть где-то соврали ну то такое показывать городские больницы я не хочу они здесь страшненькие убитенькие и лишний раз огорчаться тоже не буду терять на это времени мне интересно область потому что в области больше всего интересно это с барышский район это кремецкий район это ланевцы куда-нибудь я точно сейчас заеду когда выходим цвет я скажу когда выходим дожидаемся снятия карантина и я в группе рук будь я книна обязательно об этом сообщу и об этом буду знать все по поводу ровно я не знаю если мне удастся где-то там найти переночевать я обязательно ровно вам покажу если нет к сожалению заскочу куда смогу и поеду тогда дальше в киев поэтому все пока 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 встретимся в другом городе